Ну, наверное, все, кто хотел, подключились, а все что, по ходу, будем добавлять. Сегодня мы поговорим про функции, линейные функции, высочно-линейные функции, то есть модули различные. Вот еще подходит. Меня зовут Настя. Вы можете задавать вопросы, спрашивать, не стесняйтесь. Все ответим. Ну, давайте перейдем еще все-таки к подходе. Итак, давайте рассмотрим два множества. Множество каких-то х и множество каких-то у. Отображение из множества х в множество у, таким образом, что каждому х соответствует единственный у, называется функция. И обозначается f от х. Соответственно, f от х – это функция, а х – это как раз-таки аргумент функции. Под х мы можем подставить любое значение. То есть давайте рассмотрим простейшую функцию. f от х – это какой-нибудь там 2х минус 3. Можем подставить как число. Соответственно, вместо х везде подставляем единочку. И получить так же число. Либо мы можем подставить какое-то выражение. То есть также мы можем рассмотреть функцию. Вот там 2а плюс b. Соответственно, вместо х мы подставляем все это выражение. И получаем 2а плюс b и минус 3. И на выходе мы получаем тоже какое-то выражение. Важным является то, что 1х соответствует единственное значение у. Как это можно понять более глубоко? На графику. Все функции больше всего представляются удобным образом на графику. Соответственно, если я нарисую что-то вот такое, это будет являться функцией. Потому что каждому х будет только единственный у. Но, как мы можем заметить, единственную у может соответствовать несколько значений х. Это спокойно выполняется. Ничего нет такого. Но если мы рассмотрим какую-нибудь вот такую функцию, окружность, да, мы видим, что 1х соответствует 2у. И это уже не будет являться функцией, потому что не выполняется условие определения функции. С этим все понятно? Давайте там рассказывайте. Вы тут? Да, да, пока все понятно. Все отлично. Итак, давайте перейдем к области определения функции. Область определения функции – это вот наше множество х, которые мы можем подставлять под нашу функцию. Ну, вот опять же на простейшем примере. Если у нас функция – это простая линейная функция. Следовательно, область определения, которая обозначается буквкой d, d от f от нашей функции – это все действительные числа. То есть мы можем под эту функцию подставить любой х. Также можно это посмотреть на графике. Вот наша какая-то линейная функция, и мы видим, что в целом могут быть любые х. Им будут значения у. Давайте посмотрим пример, где область определения не все действительные числа. Это самый простой тоже пример – корень. Мы знаем, что подкоренное выражение может быть только неотрицательным. Соответственно, областью определения нашей функции будет х больше или равно 0. Также смотрим на график. Вот наш корень. И мы видим, что слева от 0 у нас нет графика. То есть таким хам нет никакого у. Хорошо. И теперь переходим на область значения функции. Область значения функции – это множество у. То есть это множество значений, которые может принимать функция. Давайте рассмотрим это также на простых примерах. Допустим, у нас функция – это х квадрат. Мы знаем, что х квадрат выглядит таким образом. И знаем, что квадрат – это число положительное, неотрицательное, точнее. И, соответственно, оба значения – это у нас буковка Е от F. Это от 0 включительно до плюс бесконечности. То есть тут мы рассматриваем значения у. Что происходит, если мы наш график, допустим, как-то поменяем? Допустим, х квадрат минус 3. Это значит, что наш график опустится на 3 единицы. Давайте. На 3 единицы вниз. И теперь у нас область значений функции будет от минус 3 также до плюс бесконечности. С этим все понятно, да? Да. Отлично. Ну и, соответственно, область значений функции вычисляется также последовательно. В более сложных примерах мы цепляемся за знакомый нам, как здесь, х квадрат и последовательно выполняем все действия и находим область значений функции. Перейдем к схеме исследования функции. То есть что у функции есть, что можно рассмотреть. Область определения, область значения и четность-нечетность. Давайте тут остановимся поподробнее, разберем. Наша функция может быть как четная, нечетная, так и общего вида. Первое условие для четности или нечетности это, что если у нас вот есть х, которая входит в область определения, то тогда и минус х также должен принадлежать область определения нашей функции. То есть это первое условие значетность-нечетность. Этот значок, перевернутый «э», это знак принадлежащий. То есть х принадлежит область определения. И второе. Теперь мы рассматриваем четные. Если мы рассматриваем четные функции, то если у нас функция четная, тогда если f от х четная, следовательно, f от минус х, это будет все тот же f от х. Также давайте рассмотрим график. Типичная четная функция – это f от х, х квадрат. Вот если мы нарисуем нашу параболу и возьмем какой-то х, то значение f от х также удовлетворяет минус х. Соответственно, график будет симметричен относительно оси о у. Если теперь у нас функция нечетная, тогда f, если мы будем рассматривать f от минус х, то она уже будет равняться минус f от х. Как будет выглядеть график? Ну вот, допустим, давайте нарисуем какую-нибудь привилку. вот такую вот. Она отобразится относительно центра координат симметричной. Соответственно, давайте подумаем. Если у нас вот тут будет х, то тогда если мы рассмотрим минус х, и у него есть f от х, то значение f от минус х попадет в минус f от х, то есть вот сюда вниз. И рассмотрев все точки, мы можем также симметрично построить график. Вот так вот это будет выглядеть. Да? Да. Ну вот, и давайте рассмотрим пример. Если у нас дана функция f от х четная, а функция g от х нечетная, то можно сказать, что можно сказать про функцию. Модуль f от х. Тут проще всего раскрывать все по определению. Рассматриваем f от минус х. То есть в четности и нечетности мы всегда рассматриваем f от минус х. Что у нас будет? Ну, модуль ничего не сделает с нашей областью определения. То есть область определения останется та же, как и учетная функция. То есть симметрично относительно нуля. И вот это условие первое. Можно словами сказать симметрично относительно нуля. Вот. Рассмотрим модуль f от минус х. Так как наша функция четная, то f от х, f от минус х мы можем заменить на модуль f от х. Ну и, соответственно, мы получили просто модуль f от х, то есть нашу функцию, если мы ее обозначим там g1 от х, мы ее как раз-таки и получили. То есть если g2 от х, получается, равняется нашей первой функции. Теперь, если мы рассмотрим модуль g от х. Ой, g от х, g от х. Давайте тут будет f от минус х. Опять же, с областью определения модуль наш ничего не делает. Так что первое условие выполняется. Рассмотрим также g2 от х. g2 от х. Раскрываем. Функция g от х нечетная, соответственно, g от минус х будет минус g от х. Теперь наш модуль убирает знак. Соответственно, мы приходим к модулю g от х. и мы получили нашу изначальную функцию. о чем это может говорить? Давайте, не стесняйтесь. Чтобы функция получила четность? То есть стала нечетной-четной? Да, функция наша стала четной. Соответственно, если мы навешиваем модуль на нечетную функцию, мы получаем четную. Верно. И давайте следующий пример разберем. f от минус х, g от модуль х. f от минус х. Функция четная. Остается также f от х. g от модуль х. Если мы рассматриваем g от минус х, ну, как бы мы что тут и делали? Подставили под эту всю нашу функцию. Давайте ее обозначим. Point m от х. Да? Тут я лучше поменяю. И теперь, если мы рассматриваем m от минус х, везде под х мы должны поставить минус х. Соответственно, если мы подставим f от минус минус х, получим просто f от х. Тут даже четность не пришлось применять. Идем дальше. плюс g от модуль минус х. Минус уходит. Давайте я припишу это. Получили f от х. Плюс g от модуль х. Ну, соответственно, если мы уже применили модуль, модуль можно убрать. Вот. Соответственно, опять же, получили, что функция остается четная. Потому что мы в нечетной функции модуль поставили под функцию. И последний пример. Давайте вот это единичка, двоечка. Разберем чуть выше. k от х. То у нас f. x на f от х. плюс х квадрат. На g от х. И давайте теперь рассмотрим k от минус х. то есть у нас минус х. На f от минус х также остается f от х, потому что функция четная. Плюс минус х, но в квадрате. На g от минус х. Что мы получаем? Мы получаем минус х на f от х плюс g от минус х. Функция нечетная. Соответственно, минус выходит за знак функции. Да, плюс можно сразу стереть. Получаем минус х квадрат g от х. Что мы получили? Какая функция у нас получилась? Нечетная. Да, нечетная. То есть, чтобы проверить функции четная или нечетная, просто раскрываем по определению, подставляем под функцию минус х. Все, отлично. Давайте дальше. Дальше у нас идут особые точки. Что это такое? Это различные пересечения с осями. Это нам больше помогает построить график. То есть, вот эти точки. или же максимум минимума. Соответственно, чтобы у нас определить пересечение функции f от х, пересекается значок пересечения с осью о х. Чтобы нам найти эти координаты, нам надо просто у приравнять к нулю. То есть, функция f от х равно нулю. Разберем пример. у равно х квадрат минус 4. И тогда мы говорим, что у равен нулю. Следовательно, х квадрат минус 4 равен нулю. х равен плюс минус 2. Таким образом, пересечение с осью о х в координатах минус 2 и 2. Ну, если записывать координаты, у нас будет координата по х 2, по у 0, потому что мы изначально приравняли у к нулю. И минус 2 0. Чтобы найти пересечение с осью о у, если мы рассматриваем пересечение f от х с осью о у, как вы могли догадаться, мы приравниваем х к нулю. Соответственно, на том же самом графике у нас у равно х квадрат минус 4. Под х подставляем 0. Следовательно, у равно минус 4. Да? Подключается и подключается. Соответственно, координат у нас уже будет 0 минус 4, потому что мы под х подставили 0. Максимум и минимуми. Первые графики функции, с которыми мы сталкиваемся с максимумами или минимумами, это также параболы. Допустим, у нас есть какая-то… Ну, давайте продолжим с этой. Нет, какой-нибудь нормальный. у равно 2х квадрат плюс 5х минус 4. Во-первых, что у нас будет? Максимум или минимум? Как понять? Если у нас коэффициент перед х квадрат положительный, значит, у нас ветви у нашей параболы будут направлены вверх, и, соответственно, точка будет в минимум. Если, соответственно, будет минус 2х квадрат, то ветви будут направлены вниз и будет максимум. В вычислении максимум и минимум у параболы есть два способа. Первый способ – это найти х вершины, которая равняется минус b поделить на 2а. В данном случае чему будет равняться х вершина? Нулю. Ну, нет, не по рисуночку, а по функции нашей. Минус 0,3. Минус 0,2. Ну, нет. 0 целых, точно 0 целых? Ой, минус 5 четвертых. Да. Давайте проще запишем. Это еще не ответ, так что можно и дробями пользоваться. Ничего страшного. Минус 5 четвертых минус b поделить на 2а. Все, отлично. Соответственно, если нарисовать условие, минус 1 и 2 будет у нас минус 1 и 2а. И второй способ – это взятие производной. Соответственно, все знают, что такое производная и так далее? Или еще нет? Нет. Ну, ладно. Нет. Тогда это опустим. Давайте тогда лучше поговорим уже. Тут про максимум, минимум и пересечение все понятно? Да. Все, отлично. Переходим к асимпетам. Асимпеты – это такие линии, скажем так, на графике, которым ваша функция бесконечно стремится, но не пересекает ее. Это определение такое школьное. На самом деле, пересекать асимпету наш график может. И главное условие, что он стремится к ней на бесконечности. То есть, какой вариант может быть? Вот на минус бесконечности наш график идет как-то вот так вот. Потом он несколько раз пересекает. И потом на плюс бесконечности также стремится к асимпете. Но уже ее не достигает. Самые простые графики, с которыми мы сталкиваемся со асимпетами, это гиперболы наши. То есть, давайте рассмотрим простой пример. y1 делить на x. И поднимем его на 5 единичек, чтобы было нагляднее. Вот, то есть, точка 5. И наш график будет выглядеть вот так вот. Соответственно, у гиперболы есть горизонтальные и вертикальные асимпеты. Давайте посмотрим, как их находить. В общем случае, если у нас есть y равно a x плюс b поделить на c x плюс d, у нас горизонтальная асимпета. и вертикальная асимпета. Это а поделить на c. y равно a поделить на c. То есть, это прямая параллельная асимпета. И у нас есть горизонтальная асимпета. Поэтому и y равен. Соответственно, вертикальная асимпета. Это у нас уже будет по x. Что мы знаем про знаменатель во всяких дробно-рациональных выражениях? Он не должен быть равен 0. И, соответственно, точка, где наш знаменатель обращается в 0, это и будет вертикальной асимпетой. То есть, мы можем решить, если не запоминается, то мы всегда решаем вот такое уравнение. cx плюс d равно 0. Соответственно, x равно минус d поделить на c. Это и будет наша вертикальная асимпета. Это горизонтальная вот так вот, вертикальная вот так вот. И давайте разберем пример. Соответственно, тут можно представлять это, выделить целую часть, скажем так, поделить числитель на знаменатель. Давайте это сделаем. 2x минус 1 поделить на x минус 3. Чтобы поделить таким образом, нам надо решать, как обычное деление в столбик. Нам надо избавиться от всех иксов. Соответственно, что надо намножить наше выражение x минус 3, чтобы избавиться от иксов? На 2. И теперь мы умножаем на 2 наше выражение. 2x минус 6. От иксов избавились. Получилось плюс 7. Остаток. Как мы это записываем? Двоечку. Вот наша целая часть. Это и будет наша горизонтальная асимпета. Плюс 7 поделить на наше выражение. x минус 3. Вот это вот горизонтальная асимпета. А скажите, какая будет здесь вертикальная асимпета? x равен 3? Да. x равен 3. При построении как раз таких гипербол, обязательно первым делом надо находить эти асимпеты. То есть теперь мы что знаем? Мы знаем, что горизонтальная асимпета – это y равно 2. И x равно 3 вертикальной асимпеттой. То есть где-то здесь. И теперь мы уже можем как бы перейти в другую систему координат и строить там гиперболу. Мы же знаем то, что обычно она выглядит таким образом. Давайте еще раз нарисуем. Вот так вот и вот так вот. И теперь наши асимпеты стали новыми координатными осями, скажем так. И мы можем построить график уже относительно y. Если мы еще сделаем табличку с точками, мы более точно построим, чтобы учитывать вот эту вот семерку, как бы сжатие там растяжений. Да? Так. С примером понятно? Да. Отлично. И теперь давайте поговорим про убывание, возрастание функций. Можно вопрос? А наклоны и асимпеты мы не будем рассматривать? Ну, в данном примере нет, мы наклоны разберем чуть позже, когда будем рассматривать сдвиги, как раз таки сжатие и растяжение функций. Хорошо. Итак, убывание, возрастание. На самом деле убывание, возрастание функций можем рассматривать как на всей области определения, так и на ее частях. Ну, вот давайте посмотрим, что такое, если функция убывает. Это такая функция f от x. Функция убывает, если мы возьмем какие-нибудь две точки, x1 и x2. Если x2 больше, чем x1, то тогда f от x1 должен быть больше, чем f от x2. Давайте все это перенесем на график. Вот, условно, вот так вот. Мы рассмотрели x1 и x2. Условно, давайте, чтобы было еще понятнее. Тут будет 2, тут будет 3. И значение f от x1 будет 5. f от x1. А f от x2 будет 4. Соответственно, вводим 2 меньше 3, 5 больше 4. И мы видим, как бы, если мысленно нарисовать тут стрелочки, с левого угла функции, то стрелочки направлены вниз, значит, функция убывает. Это как быстро определяет. И возрастает. А, еще, да, важно сказать про строгость убывания и возрастания. Вот такие знаки, которые я сейчас расставила, это значит, функция убывает строго убывает. Если бы у нас было меньше или равно, то значит, она просто убывает. Не строго. То есть, да, возрастает. Тут все попроще. Если у нас есть вот наша функция f от x, она возрастает. Тогда, если x1 меньше, чем x2, то и f от x1 меньше, чем f от x2. Соответственно, на графике также рассмотрим. Вот он наш x1 и x2. Сразу видно, что f от x1 также меньше, чем f от x2. Да? И теперь давайте рассмотрим пример. То же самое. y равно x2. А, ну и тут тоже забыла сказать. Также рисуем с левого конца стрелочки. Стрелочки направлены вверх. Значит, наша функция возрастает. Словно, да? Парабола. Условно, пусть будет так. Некрасиво, конечно, но ладно. Можно ли сказать, что эта функция убывает или возрастает? Ну, она возрастает на промежутке от нуля до бесконечности и убывает от минус бесконечности до нуля. Да, функции, которые убывают или возрастают на всей области определения, называют монотонными. Соответственно, если убывание возрастания на d от f, это монотонность. А если у нас вот такие функции, как x2, то да, мы можем говорить о возрастании и убывании только на каких-то отрезках или интервалах. От минус бесконечности до нуля включительно наша функция убывает. и от нуля включительно так же до плюс бесконечности функция возрастает. А теперь скажите что-то про функцию y равно 1 поделить на x. Но при x больше нуля она убывает, а при x меньше нуля возрастает. То и нет, тоже убывает. То есть она всегда убывает? Нет, при значении x равно нулю она не существует, поэтому нельзя сказать, что она монотонная. Да, правильно. То есть тут на самом деле тоже функция не монотонная, и она нельзя сказать, что она всюду убывает. И как раз таки она убывает на множестве действительных чисел за исключением ноль. Это как раз таки значок исключает какую-то точку. И в таких фигурных скобках выкалываются какие-то определенные точки. Вот, соответственно, на все области, на множестве всех действительных чисел под отключением ноль, наша функция убывает. И она не монотонна. Да, хорошо. Тут все понятно? Выпуклость вверх или вниз. Что это такое? Вот наша функция. Она может быть вот такой. Тоже такая растянутая парабола условно. И сейчас можно сказать, что наша функция выпукла вниз. Это видно на графике. Но что делать, если у нас есть просто функция какая-то, и как-то ее сложно нарисовать? Тогда мы рассматриваем, берем какой-то отрезок, отрезок АВ, который входит в область определения функции f от x. И две точки на этом отрезке, x1 и x2, будут бежать нашему отрезку, который входит в область определения. Важно, чтобы все точки в этом отрезке входили в область определения. Иначе у нас будет вот такая же ситуация. Мы будем рассматривать точки по разные стороны от асимптоты. Поэтому мы рассматриваем не просто точки, которые принадлежат области определения, а отрезок, который принадлежит области определения. И точки на отрезке. И тогда рассмотрим середину. x средняя. x1 плюс x2 пополам. Вот нашу x1 и x2. И середина. И теперь мы будем сравнивать значение функции в середине с средним по значениям функции. То есть вот это f от x2 и f от x1. f от x2 плюс f от x1 пополам. Соответственно, если мы соединим точки значений, мы получим прямую линию. И как раз таки сравнение значений нашей функции на середине отрезка в сравнении с этой линией будет показывать выпуклой или вогнутой нашей функции. И тогда, если наша функция выпукла вниз, как здесь, у нас получается, что f от x1 плюс x2 пополам будет меньше, чем среднее значение. Вот, то есть эта функция вот средняя будет. Вот. А это вот наша точка будет. Соответственно, это выпукло вниз. Соответственно, если у нас будет второй случай и значение функции в середине будет больше, чем значение в среднее значение функции на концах, то она, соответственно, будет выпукла вверх. Аналогично мы бы сравнили какие-то два значения. привели бы прямую соединяющую эти два значения. И вот значение на середине и среднее значение функции будет. По графику все видно. Все понятно здесь? Да. Отлично. И теперь проговорим про период. Для того, чтобы функция была периодична, должны выполняться некоторые условия. если вот наша есть функция f от x и функцию называют периодичной, если существует такое t период, для которого выполняются как раз таки два условия. Если x принадлежит значениям, ну, области определения функции, тогда x плюс t тоже принадлежит множеству значений функции. Ой, множеству определений функции. Да. То есть, все периоды входят в область определения. И второе. Для любого x, значок для любого, x из области определения функции, значение f от x плюс t будет равняться значению f от x просто. и можно продолжить равняться значению f от x минус t. Давайте нарисуем какую-нибудь периодичную функцию. Пойдут у нас какие-нибудь треугольнички. И вот t это вот такое расстояние, где функция начинает повторяться. Это t. Какие простые примеры периодичных функций вы знаете? Трегонометрические функции синус-косинус. Да, да, да. Правильно. И у них, соответственно, у синусов период какой? 2π. А у тангенса? π. Да, прекрасно. Все. То есть в исследовании функции нам просто надо будет сказать функция периодична или нет. Давайте попробуем решить вот как раз таки вот эту задачку. Нам сразу сказали, что y равно f от x периодична и период равен трех. известно, что f от 2 равно 5 и найти значение выражения 2f от 8 минус 3 f от минус 4. Первым делом нам надо понять, так как нам дано значение в одной точке дан период, хорошо бы проверить f от 8 это равно f от 2 или нет. что вы можете сказать? Ну, то есть периоды мы можем прибавлять какое-то n-ное количество раз, без разницы какое. То есть и f от x плюс 5 t также будет равен f от x. Ну, ответ минус 5 получится. Давайте постепенно. f от 2 равно f от 8. Вроде бы равно. Да, равно. Почему? Потому что 8 это что такое? Это 2 плюс 2 на 3. То есть наш период. Да? Да, там четко 2 периода получаются. И давайте представим в таком же виде, вот в таком же f от минус 4. Это что такое будет? f от 2? Минус 2 умножить на 3. Да. и также равняется 5. И да, потом получаем 2 на 5 минус 3 на 5 равно минус 5. Все. С этим понятно, да? И теперь мы переходим как раз-таки с всякими действиями над графиком. То есть что наш график может делать? Он может, во-первых, подниматься вверх, на сколько-то единиц, и опускаться. В зависимости от знака а наш график либо смещается, либо поднимается, либо опускается. Допустим, вот у нас есть какая-то вот такая вот функция. Да? это у равно f от x. Соответственно, если мы теперь рассмотрим, допустим, у нас а больше нуля, да? И рассматриваем f от x плюс а. Каждое значение функции в каждой точке, то есть в каждом кисе, поднимется на а единиц вверх. и будет это выглядеть как-то вот так. И это у нас функция как раз-таки будет y равно f от x плюс а. Как посмотреть проще всего значение этого а? Подставляем x, равное нулю. То есть, да, если у нас есть y равно x и y равно x плюс 5, если мы подставим x, равный нулю, y у нас будет равняться этому пятерки этой, то есть наша а, вот она. Соответственно, вот эта точка показывает, насколько наш график поднялся или опустился, если мы пойдем вниз, то же самое будет. Теперь, если мы меняем аргумент, то есть x минус а, это наш аргумент, то наш график будет смещаться либо вправо, либо влево. Тут важно запомнить, что у нас если минус а, то смещается вправо, если плюс а, то смещается влево. Вот, давайте это первое у нас будет, у нас второе будет, у плюс f от x плюс а, это влево, минус а вправо. То же самое, давайте попроще линейную функцию нарисуем и покажем, что у нас двиг идет, это у равно x там f от x и вторая функция у нас будет у равно f от x минус а. Сдвиг идет параллельно вправо, потому что минус а. Вот, теперь дальше. отображение, то есть, если мы будем ставить минус либо перед функцией, либо перед аргументом, в зависимости от того, куда мы минус поставим, относительно той или иной оси будет поворачиваться наш график. Соответственно, также разберем пример на линейной функции. Да, и теперь, если мы рассмотрим у равно минус f от x, то отображение идет на линейной, наверное, не получится, да? Давайте какую-нибудь проказиатуру с этим нарисуем. отображение относительно оси O и x будет. Соответственно, все точки симметричны будет наша ось x, y. Относительно x, все асимметрично отобразится. Вот так вот. Если же теперь у нас будет y равен f от минус x, то отображение уже идет относительно оси о y. И тогда как будто бы вот эти части наших графиков, они поменяются местами. И что будет? Вот это был x и будет вот тут у нас минус x 1. То есть пойдет как-то так, симметрично отображаем. И с другой стороны также отображаем симметрично другую часть графика нашего. Вот так получится. Вот. И теперь про модули поговорим. Если у нас есть если у нас есть давайте на параболике посмотрим y равно f от x если модуль мы навешиваем на всю функцию тогда все отрицательные y перейдут в положительный наоборот нули останутся на месте как раз таки и тогда у нас будет вот таким образом выглядеть график y равно модуль f от x да а если теперь мы поставим модуль на аргумент если у нас теперь будет y равно f от модуль x тогда все наши отрицательные x давайте перейдем на другой график тут непонятно будет вот так если мы ставим модуль под x все отрицательные значения x они становятся как бы положительными то есть f от минус 5 перейдет в f от 5 функция становится как бы четной да и соответственно теперь наш график будет выглядеть таким образом относительно оси у наш график также будет симметричен ну как бы правая часть положительная отображается на отрицательные значения вот так правая остается такой же а в левой является симметричная правая часть вот и также про сжатие растяжения это пункт 7 и 8 в зависимости от коэффициента от модуля коэффициента уже нет знака на знак мы переходим к пункту 3 да в зависимости от модуля коэффициент от 0 до единицы либо от единицы до плюс бесконечности наш график либо сужается либо растягивается и так соответственно если от нуля ну сжимается разжимается относительно той или иной оси если наш к от нуля до единицы вот давайте от нуля до единицы то тогда происходит растяжение графика вдоль оси о y растяжение давайте наверное там есть еще да отлично мы тут про это подскажем если у нас есть y равно 1 выделить на x как раз таки давайте с нашей гиперболой и теперь y равно k поделить на x да то есть на k умножили всю функцию следовательно наша функция будет как бы растягиваться если k больше единицы да вот так наша функция будет если k меньше единицы то она будет сужаться сжатие что это значит в данном случае это значит что наш график будет больше прижиматься к осям вот таким вот образом вот и в зависимости от от того какой k если мы умножаем наш x то он будет сжиматься и растягиваться уже относительно другой оси относительно оси о x вот давайте также примерчик решим функция наша y равно f от x принимает наимнейшее значение в x равно 12 следовательно минимум при каком значении x принимает наименьшее значение функции y равно 2 f от x от 3 x минус 15 минус 9 давайте минутку подумать и разберем с наименьшее обман 입니다 Продолжение следует... Ну что, есть ответ? Ну, давайте тогда разбирать. Все действия, которые мы разбирали раньше, они выполняются для каждой точки нашего графика. Соответственно, в зависимости от того, что наша парабола, допустим, растянется или сузится, точка максимума или минимума не поменяется. То есть значение минимума поменяется, но координата по х не изменится. Соответственно, если у нас теперь у равен 2f... Ну, в этом случае у нас будет x9 равен... Да, потому что нам надо найти такой x, ну, как бы понятно, что функция вот этого вот будет иметь минимум также в точке 12. Соответственно, 3x минус 15 должно равняться 12, откуда x будет равен 9. Да, то есть значения максимума или минимума поменяются, но сама координата останется прежней. Вот. Все понятно? Да. Да, теперь понятно. Все, отлично. И переходим как раз-таки к нашей простейшей линейной функции. Типичное уравнение графика функции – это y равно kx плюс b. В данном случае коэффициент k, который там отвечал на зажатие или растяжение, это будет являться наклоном. b – это как раз-таки сдвиг. Вверх-вниз. С линейной функцией можно делать все те же действия, которые мы делали раньше. Соответственно, вот у нас есть какая-нибудь y равно kx плюс b, соответственно. Как ищется k? Так как k – это наклон, мы находим ее по тангенусу. То есть берем какие-нибудь две координаты, которые мы точно знаем. Строим такой вот треугольничек. Это назовем дельта y, а это назовем дельта x. И тангенс этого угла и будет нашим k. Дельта y на дельта x. И теперь как находить b. Вспоминаем про то, что я говорила, что b – это поднятие нашего графика, то есть подставляем x равно 0. И тогда у нас y равняется просто нашему b. То есть в точке x, равном 0, мы всегда можем найти b. С этим понятно? Да. Отлично. Теперь давайте подумаем, что делать, если вот у нас есть две координаты, например, 2, 1 и вторая точка b, 3, 5. И как по двум точкам найти уравнение графика функции? То есть мы знаем, что через любые две точки можно провести прямую, причем только одну. И по этим точкам можно найти бит функции. Соответственно, что мы делаем? Мы подставляем наши координаты в общий вид, то есть общий вид, опять же, kx плюс b. Вместо y подставляем единичку, вместо x подставляем двоечку. То есть 1 равно k на 2 плюс b. И второе уравнение у нас получится 5 равно 3k плюс b. И решаем систему уравнений. Давайте решать ее не будем, а то времени маловато остается. Понятно, как есть, что сделать? Да. Да, да. Все отлично. И теперь, что может быть с нашими функциями, с прямыми в принципе? Они могут быть как просто пересекаться. И тогда система уравнений, то есть y равно k1x плюс b1, y равно k2x плюс b2. Такая система имеет единственное решение, и тогда мы находим координаты пересечения. То есть наклоны не должны быть равными. Если прямые перпендикулярны, то произведение наклонов должно равняться минус единичке. Как бы минус указывает на то, что как мы не хотим построить перпендикуляр, они будут направлены в разные стороны. Тут коэффициент k меньше 0, тут коэффициент k больше 0. Должны быть равны минус единицы. Соответственно, если прямые параллельны, то такая система не имеет решений. И если прямые совпадают, то имеет бесконечно много решений, то есть точек, в которых выполняется равенство. И, соответственно, наши функции могут представлены быть в двух видах. То есть такой типичный вариант и больше с координатами. Такой вид, он более общий, потому что мы так можем задать функцию прямую. Например, x равно c. В первом случае у нас y некуда деться, так что не получится. И x равно c мы такой вид прямой уже рассматривали, когда говорили об асинтетах. Поподробнее рассмотрим это на семинаре. Давайте переходить дальше на задачки. И теперь давайте определять знаки коэффициентов a, b, c и d. Соответственно, а – наклон, б – поднятие или спуск. Давайте также секунду 30 на размышление и потом скажете. А, b, c, d. Готовы ответы? Да. Давайте. А, b больше нуля, c, d. А, b больше нуля, c, d меньше. Да. Все правильно. Тут, да, если даже чуть плохо видно, но он немного опущен вниз. Этот график второй. И давайте второе. Как определить, лежат ли три точки на одной прямой? Что можно сделать? Мы вот, есть у нас точка 1, 2 и 3, 4. По этим двум точкам мы находим уравнение нашей прямой, так как мы знаем, что две точки всегда лежат на одной прямой. Ну, через две точки всегда можем привести прямую, да? Значит, подставить к ним третью и посмотреть, получается ли уравнение. Да. Получается, мы находим сначала общий вид уравнения. То есть, что-то у нас 2 равно k плюс b, и 4 равно 3k плюс b. Из второго вычитаем первое, получаем 2 равно 2k. Соответственно, k у нас единичка. И в первое подставим k. То есть, 2 равно 1 плюс b. Соответственно, b равно единичке. Получаем общий вид функции y равно x плюс 1. И теперь пробуем подставить координаты третьей точки. То есть, 5, 8. Принадлежит y вопрос. Подставляем 8 равно 5 плюс 1, что неверно. Значит, они не лежат. И далее похожее задание. Только тут уже надо сравнить, какие из ниже перечисленных точек лежат ниже прямой и так далее. Соответственно, что мы в таком случае делаем? Второе задание и третье. y равно минус 2x плюс 3. Мы должны подставить эти координаты. И что получить? Если у нас точка будет лежать ниже, если а ниже f от x, следовательно, f от xа будет меньше, чем 2, ну, как бы решение нашей функции для xа, точки xа. 2 xа плюс 3. Что мы делаем? Также подставляем, но только не приравниваем, а сравниваем, как бы, да. Значения также вычисляем. Минус 3 на минус 2 – 6. Плюс 3 – 9. 9 сравниваем с... Подставляем теперь x. А, нет. Погодите, прошу прощения. Тут, кстати, тоже надо лучше истереть. Мы сравниваем не f от xа, мы сравниваем yа с f от xа. Вот это вот f от xа. Да? То есть минус 3 должны сравнить вот так вот значок сравниваем с минус 2 на 5 плюс 3. Получаем минус 3, сравниваем с минус 7. минус 3 больше, чем минус 7. Соответственно, наша точка А лежит выше. Понятно? Да. Все отлично. Ну, также на самом деле можно посмотреть это просто по графику, нарисовав два графика. то есть таким образом. И если точки явно видно, то что выше, ниже, так же можно ответить, просто нарисовав нашу функцию. И давайте пойдем дальше. Дальше мы разбираемся уже с кусочной линейными функциями, то есть модули. По определению модуль это на самом деле расстояние нашей точки какая-нибудь А до нуля. Да? Это модуль. Соответственно, модуль от минус А равен А, потому что расстояние от минус 2 до нуля равняется расстоянии от нуля до 2. И давайте посмотрим, как мы раскрываем модули. Если вот у нас есть модуль x, он равняется x, если у нас x больше нуля, и равняется минус x, если x меньше нуля. Как бы минус x указывает не на то, что число становится отрицательным, а наоборот. Если у нас число отрицательное, то мы берем значение противоположное по знаку. То есть, соответственно, модуль минус 5 равно минус минус 5 это 5. То есть, равно положительно. Модуль всегда больше или равен нулю. Ну, вот это как раз таки далее посмотрим. Область определения. Соответственно, тут ничего такого нет. Это все действительные числа. Область значения. Область значения как раз таки от нуля включительно до плюс бесконечности. Ну вот, давайте посмотрим типичную галочку. Вот так выглядит модуль x. Да? То есть, что мы сделали? У нас была вот прямая у равняется x. Мы навесили сверху функции модуль. Соответственно, отобразили все отрезательные части в положительные относительно силы x. Ну, давайте продолжать. Четность-нечетность. Тут этого нет. Функция нечетно. Нет, функция общего вида. Общий вид. Да? Особые точки. Пересечение с осями. Ну, тут у нас будет это 0, 0 точка. Это пересечение и с осью OX и OY. И у модуля есть минимум. То же самое. Точка 0, 0. Это и минимум. И пересечение с осями. А симптот тоже нет. Убывание, возрастание не на все области определения. Но если рассматривать отдельные отрезки, то есть так же, как с параболой, от минус бесконечности до нуля включительно убывает. От нуля до плюс бесконечности возрастает. Выпуклость вверх-вниз. А теперь тут другая история. То есть, если мы рассматриваем на каких-то отрезках, то никакой вогнутости выпуклости нет, потому что это прямые линии. Но если мы захотим рассмотреть это на всей области определения, то есть у нас тогда будет так вот. Возьмем какие-то две точки, да, и также, если почитаем значение функции на середине отрезка и средних значений, то мы получим, что она выпукла вниз, да, выпукла вниз получается. И периодичности тоже никакой нет. Вот. Ну, давайте дальше. схемы решений и раскрытия модуля в целом. Вы можете, конечно, раскрывать модули по определению, но проще понять схему и не запоминать это вообще бред, а вот именно понять, что тут представляется. Давайте рассмотрим первую схему, если у нас модуль равен какой-то функции. Во-первых, если функция меньше нуля, то у нас нет как бы решений никаких, потому что модуль всегда больше или равен нуля. И теперь идем дальше. Как это вообще решается? Первое, как раз мы накладываем условие на то, что g от x у нас больше или равно нуля, и тогда раскрываем двумя способами наш модуль просто. То есть, f от x либо равен g от x, либо f от x равен минус g от x. и теперь следующее. Если у нас модуль функции больше или равен какой-то другой функции? Тут у нас уже два случая, так как мы можем перейдем к рассмотрению этот как отрезок, то есть расстояние. Мы можем попасть от нуля в g от x либо больше, и тогда у нас все становится правильным. То есть, если g от x меньше нуля, то наша функция в целом определена должна быть, потому что модуль всегда больше или равен нуля, если g от x отрицательный, то модуль всегда больше или равен больше отрицательных значений. То тут это все понятно. просто функция должна быть определена. А если теперь наша g от x больше или равно нуля, то рассматриваем два случая. Либо у нас функция должна попасть вот в этот интервал, который больше g от x, либо в интервал, который меньше, чем минус g от x. То есть вон туда расстояние. Помним, что модуль это расстояние. И расстояние от нуля до g от x должно быть больше, и расстояние от нуля до минус g от x тоже больше. То есть уходим туда в отрицательную часть нашей числовой прямой. И откуда выходят еще два варианта. А теперь f от x меньше или равно g от x. Если у нас также будет g от x меньше нуля, то нет решений, потому что наш модуль никогда не может быть меньше отрицательного числа. поэтому рассматриваем только такие случаи, когда g от x больше или равно нуля. Соответственно, тут аналогичным образом объясним через расстояние. Наш модуль, то есть расстояние, должно быть меньше, чем g от x. То есть либо мы должны попасть вот в эту часть, да, либо в часть вот такую. То есть тут как бы мы живем внутри забора, да, вот наш забор условный, а тут мы живем за забором. Все шикарно, все понятно. И идем дальше, сколько там времени осталось? Ну, давайте, тут схема, они не такие важные. Давайте разберем вот седьмую. Это когда мы сравниваем два выражения, стоящие под модулем. Если у нас мы знаем то, что сравнивать, если мы сравним положительные как бы функции или числа, тогда мы можем возводить все в квадрат. Давайте так и сделаем. То есть f от x в квадрате модуль. Квадрат модуля f от x теперь сравним с квадратом модуля g от x. Квадрат убирает наш модуль, получается f от x и давайте перенесем g от x на другую сторону. Сравниваем с 0. Тут мы раскрываем по формулам сокращенного умножения на разность квадратов. соответственно получаем f от x минус g от x умножить на f от x плюс g от x. И все. То есть таким образом мы просто находим нули и решаем дальше. Важно отметить, что такой метод решения подходит только если у нас с двух сторон стоят модули, потому что возводить в квадрат без потери знаков мы можем только оба положительных либо оба отрицательных числа, когда мы точно знаем про них что-то. и примеры на семинаре и разберем метод интервалов для модулей. Мы модулей можем рассматривать по определению раскрывать, то есть каждый с плюсом с минусом и второй с плюсом с минусом и получить очень много больше интервала. В данном случае, если мы два модуля с разными знаками будем рассматривать, то мы получим четыре решения, методом интервалов три. Ну и давайте посмотрим, как мы можем раскрывать модуль 5х минус 13 и 6 минус 5х. Для того, чтобы определить, с каким знаком мы будем раскрывать модуль, нам надо найти 0 значение х, когда наше подмодульное выражение принимает 0, то есть 5х минус 13 равно 0. Чтобы понять, когда если наше подмодульное значение больше 0, тогда мы раскрываем с плюсом, если меньше 0, раскрываем с минусом, и для этого ищем точку 0. Соответственно, х равняется 13 пятых. Вот. Наносим на числовую прямую 13 пятых. 5х уже понятно, что мы еще можем сделать. Мы под модулем можем менять знаки для того, чтобы как нам будет удобно 5х минус 13 перепишем также, а во втором нам удобно поменять знаки и получить 5х минус 6. равно 7, потому что модуль все равно съест наш знак. Соответственно, 5х минус 6 равно 0. Их теперь второе 0. Это 6 пятых. Где-то здесь. Теперь рассмотрим первый модуль. если у нас х больше чем и важно подчеркнуть, что точка 13 пятых относится только к первому модулю. Точка 6 пятых относится только к второму. То есть она никак не будет влиять на первый. Если у нас х больше чем 13 пятых, то мы модуль раскрываем с плюсом. В остальных случаях раскрываем с минусом. Это наши интервалы. Если у нас теперь рассмотрим второй. Если у нас х больше чем 6 пятых, открываем с плюсом. Если меньше, открываем с минусом. Теперь мы видим, что нам надо рассмотреть только три интервала. Вопрос про включение граничных точек. Мы можем эти граничные точки как везде и учитывать, так и учитывать только обязанную учесть один раз хотя бы. То есть вот наш интервал от минус бесконечности до включу. Тогда во втором интервале я уже могу не включать. То есть от 6 пятых х принадлежит. От 6 пятых до 13 пятых не включить. И последний интервал будет. Опять же повторяю, что где-то мы должны учесть эти точки. Но если вот ой а у всех все закрылось. да. Да. Все. Прошу прощения. Да. Плюс бесконечности. Один раз учли. Все. И теперь раскрываем. Раскрываем с минусом оба модуля. Получаем минус 5х минус 13 минус на минус даст плюс плюс 5х минус 6 равно 7. Иксы сокращаются. Соответственно остается минус 13 минус на минус даст плюс. Ага. А где-то ошиблись. Ага. Вот тут я ошиблась. или нет. Так погодите давайте заново. Спасибо. Мы раскрываем оба модуля со знаком минус да? Вообще то да. минус минус ага. Вот это ошиблись. Минус 5х плюс 13 да? Потому что минус подставили. Да. Чаще всего лучше скобки брать и раскрывать нормально. А то будет так же. Соответственно минус минус соответственно получили что как бы все значения х нам подходят. Но мы не забываем что мы делали как бы ограничение на интервал. Соответственно это все значения на интервале. х принадлежит от минус бесконечности до 6 пятых. Следовательно тут ответ под ответ от минус бесконечности до 6 пятых. теперь второе. Раскрываем первый с минусом то есть минус 5х плюс 13 а второй открываем с плюсом. Будет минус 5х плюс 6 равно 7. Минус 10х плюс 19 равно 7. Соответственно х у нас получится минус 12 десятых нет просто 12 десятых или как нам удобно записывать это будет просто 6 пятых но важно подчеркнуть что 6 пятых в наш интервал не входит потому что скобки круглые мы тут не учитываем значит тут ответ нет решений хоть мы и получили но 6 пятых не принадлежит интервалу от 6 пятых до 13 пятых это понятно? да все отлично и второе открываем оба с плюсом то есть просто 5х минус 13 минус 5х плюс 6 равно 7 опять же у нас все уходит получаем минус 7 равно 7 ну и также нет решений не то что на интервале а просто в принципе нет решений и тогда общий ответ у нас будет только от первого интервала от минус бесконечности до минус 6 пятых понятно как делать? да все понятно все отлично и вот тогда как раз время и закончилось отлично тогда давайте уходим на перерыв на получайся и возвращаемся на семинар хорошо спасибо до свидания всем за лекцию спасибо Продолжение следует...